Ну что ж, следующий бой нашей программы и бой, который уже непосредственный. Как интерес для нас представляет этот поединок в весовой категории до 54 килограммов. Рейн Кульма-Азбеков в финале против поляка Роберта Шиба. И как же у вас весовой категории? 54, да. Вы знаете, я боксировал 51, 54, я выиграл в Европе 51, 54, 57, 600. Сейчас переходил в вес, в вес. Да, то есть я много не задержался, потому что организм рост. Ну да, и 54 это неизвестный вес, я очень много боксировал в этом месте. Я сориентировался в данном случае на результаты Московской Олимпиады. 57 боксировал. Да, 57 московская и Катерина Монреальская. Да, а потом после Московской Олимпиады я перешел 60 килограмм уже. Ну нельзя держать себя, и поэтому крепок и здоров. На самом деле, я хочу сказать, что дорогие любители бокса, это вещь такая сложная, и надо к ней относиться очень и очень грамотно. Кстати, между прочим, вот пример современного бокса, вот современной молодежи. Сборная команда страны не гоняет вес. То есть я гонял там килограмм 6, мои там друзья по сборной 5-4, всех был на лишний вес, и все гоняли для того, чтобы, кстати, на весы выходить на ринг. В сборной команде, вот он бассирует 71, или даже 75, он лично 76, 54 бассирует, вообще ездит 55, 55. То есть однажды эти веси. Вот меня это удивляет. Это вот или современный лад, или лень, или просто, или, 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 наверное, так лучше, наверное, так легче удержаться, был говорим, из состава сборной команды. Ну, вот я на самом деле помню историю с Геннадием Ковалевым, которому приходилось там чуть ли не по 8 килограмм сгонять, для того, чтобы списаться в весы. А вот это 54 килограмма, а перейти в следующий он не мог, потому что в следующем был Тищенко, олимпийский чемпион уже к этому моменту. Нет, в следующем был 57, у нас был, да, был Тищенко, 62 на Олимпиаде. Да, да, это правда. Но где он очень много гонял в весы, ему было очень сложно, и вы знаете, он борщировал 54, мы с ним одного роста, и я тоже борщировал 54. И все, вот его историю сгонки, то есть я все это знал, я ему давал советы, ну, вот разговаривал, как, что, чего лучше это сделать, как лучше подойти. Но для меня был шок, это, наверное, ну, единственный пример вообще в истории любительского бокса. Он с 54 сразу перешел в 64 килограмма, то есть минуя практически два веса. Ну, вот он как раз и говорит, наверное, достаточно так, косый на все-таки, но говорит о том, сколько на самом деле приходилось гонять. Достаточно спокойно начинается бой, и поляк гораздо более опытен, ну, прямо скажем, что... Никаких особых достижений на любительской рейтинге у него нет. Николе Малозбекову нет еще и из 20 к этому моменту, но турнир для него прошел очень неплохо. У него был сильный соперник, кубинец в первом круге, Косомайор. Ну, как он вырвал там победу, я думаю, что любители бокса смотрели, да, вот эти вот... Первая наша программа. Но здесь еще сложность небольшая. Оба боксера, они правосторонние стойки боксируют. Это достаточно неудобно, то есть нужно будет развязаться, нужно посмотреть на соперника, и потом и стойка у соперника неудобная. Ну, я думаю, что это дело времени, а поскольку Малозбеков это боксер, несмотря на слово молодость в то время, это боксер, ну, с большой губой, это великий боксер. И потом, ему уже говорили об этом, у него есть такой хорошо точный прием, это навстречу слева по корпусу. Ну, посмотрим. Тем более, поляк левша и болезненная штука, печень, рядом с ударом Малозбекова. Мне кажется, что по первым минутам поляк, по-моему, считает для себя задачу на этом турнире уже выполненный. Ну, то есть он не против выиграть финал, но, по-моему, сам в это не очень верит. Вы знаете, я, наверное, даже с вами соглашусь, потому что вот хотелось бы мне сказать, что когда выходишь на ревиз, там, ревешь, там, доказываешь, так как же финал. А на самом деле, на самом деле, может быть, так оно и есть. И поляк думает уже о том, как он будет праздновать свою серебряную медаль. То есть нет вот у него такого греха. Хотя, хотя, обратили внимание? Наверное, обманчивое первое впечатление. Но здесь, вот в этом поединке, Малозбеков, он из наразочек встретится очень жестко. И обязательно по корпусу. И тогда все станет на среднем. А почему по корпусу? Да потому что это удобно. Я это вижу. Для Малозбекова это удобно. Михаил Фромов, в сцене российской сборной, дает какие-то указания Малозбекову. Сейчас, видимо, повторят тот единственный удар, который был защитным судьями в первом раунде. Может быть, это вот первое впечатление, но и Малозбеков в чем-то обмануло. Потому что он больно спокоен, да? Да, больно спокоен и инициативу в первом раунде не проявляет. Ну, у Малозбекова вообще тактика такая выжидательная. Он боксер такого встречного курса. Он обычно встречает соперников. Он сам не раскрывается, не рискует. Знаете, боксирует очень экономно. Нет лишних движений. И тут, наверное, ну, когда соперник вот данной ситуации, боксера в спорте, когда он уже измотается и будет нечем бить под устами, тогда, наверное, Малозбеков возьмется за дело. Ну, мне кажется, что тренеры, наверное, по-моему, должны были постараться довести, так сказать, до Малозбекова, что нужно что-то и самому делать, и не только выжидать. Как бы отдавая первый ход сопернику. Иногда это хорошо, но практически невообменная ситуация. Знаете, вот такое обманчивое, что поляк вроде как бы владеет инициативой. Вот такое обманчивое. То он вроде как бы идет вперед и старается там нанести удар. А на самом-то деле, на самом деле, вот по чутью, по пониманию бокса, и боксу в данной ситуации в эту секунду, Малозбеков выше. Он диктует ход этого поединка. И, наверное, вот боксер из Польши уже прочувствовал встречный удар Малозбекова. То есть Малозбеков боксирует навстречу. Любое движение поляка он контролирует. Очков, знаешь, сколько пока не дает? Вот по корпусу начали двигать. А чем мы с вами говорили? Ну, это пока очков. Сейчас подобьет. Сейчас где-нибудь подловит его наверняка. Очень экономим, да. Не размашется, Малозбеков. Экономим. Даже чересчур экономим. То есть для своего возраста, для 20 лет, настолько хладнокровен, что нет у него эмоций через край не выплескивается. Пять минут уже сбоксировали. А пока нет. Таким боем, наверное, наверное, фан Полик думает, а чего бы мы не побороться за первое место? Ну, а чего? Ну, а чего? Один-один. Наконец-то. Я бы... Дмитрий все прочувствовал. Все. Сейчас немножко подустанет. Прочувствовал. Тут пару моментов. Мы с вами проглядели и не зафиксировали. Пару моментов по корпусу у Малозбекова прошло. Ведь он хорошо бьет на встречу слева по корпусу. Попадает и попадает, то это очень болезненно. Вот мы просмотрели. Видимо, сейчас пыл-то угаснет. У пана. Вот бьете по корпусу бьет? Дарубец очень тяжелый. В чем еще опасность? Я уже, как вы говорили, сейчас с позиции, может быть, более современной. В общем, тогда все-таки электронная система была не только в новинку. В чем опасность, особенно в финале? Перед последним раундом иметь равные очки. Облегчается задача судьям, если вдруг что-то им хочется там сделать. Преимущество нам показывают в самом начале. Ну да, да. У них запас, у них место для маневра останется, да? Вот по корпусу момент. Ну, с другой стороны, наверное, тогда наши тренеры вряд ли рассматривали порядка, как главного конкурента. В общем, да. Больше, наверное, не боксеры. В других странах. Ну, у нас, как-то молодец бой комментировали. И там он просто вырвал этот бой, ну, буквально там за несколько секунд. Интересно, что сейчас уже об этом можно говорить, поскольку мы озвучиваем архивные видеоматериалы спустя 12 лет. Интересно, что олимпийским чемпионом в этой второй категории станет через год Венгер Ишланд Ковч, который вот этот чемпионат мира вообще, по-моему, пропустил. Ну, не обязательно пропустил. Он, может быть, даже не стал чемпионом Венгрии. Он, может быть, и состав не попал. Он, может быть, но при этом он был чемпионом по корпусу, пошел бить. Чемпионом мира 91-го и стал чемпионом мира в 97-м. А в Барселоне в 92-м на Олимпиаде получил бронзу. То есть, наверняка, это был все-таки первый номер Венгерской сборной. Вот видите, по корпусу он бить. Ну, что сбивает дыхание по технически? Ну, подсказывают, там, в смысле, наук, вокруг ринга, расположивших наши тренеры, и не только Николай Хромов. Я думаю, подсказывают, что снизу, снизу надо бить. Ну, да, он немножко разбивает уже. Ну, кто-то в этих ударах попал, по корпусу, но это не обязательно насчитать, наверное, мы все считали. Но вы начинаете холочко разбивать. 2-2 3-3 Какой объект. Пошел сейчас, я думаю, что преимущество на стороне молодости должно быть. А что, поляк опытен, да? Ну, он просто карты за возрастом. Карты с опытом, да? Нет, нет, физическая вот просто готовность, по-моему, холеста. Можде-то в более серьезном виде. Естественно, что тренеры курса счета, поэтому он подсказывает, что ему вообще-то, что он проигрывает один удар. Еще 30 секунд у него есть. Но вот эти движения, они стали как-то более размашивстые, но при этом менее концентрированные. У Чиба. То есть он машет, он машет, но точно не попадает. Я хочу сказать, что, вы знаете, я откровенно говоря, перед этим боем, я думал, что Молодеков будет более убедителем. Честное слово, но он как-то в финальном бою. И поляк-то не самого высокого класса, на мой взгляд, немножко потренировал. Хотя Молодеков стал чемпионом мира, это, конечно, это большая награда, это раз в нашей жизни, но мог бы отчероке получше. Ну вот, показывал хороший удар с левой челюсти, и затем на уклоне ушел от ответного удара на Инкуль Молодеков. Сейчас работает советником президента Калмыкии по спорту. А у Уралана у нас играет еще, да? Где-то да. Ну, не... Ну, вот сейчас посмотрим на реакцию поляков, он абсолютно спокоен, по-моему. А у меня? То есть для Польши, наверное, тоже неплохой результат. Я почему про Уралан спросил? Молодец в футболе, Калмыкия. Лидер в футболе, я думал, он как советник, он мой... Вот как раз займется, я думаю. Молодец в футболе. Молодец в футболе.